Водичку могу пить. Я могу пить водичку. Но лучше наливай сейчас, потому что нечувствительно. Будет такое ощущение, что мы здесь не просто беседуем. Да-да-да, мы чем-то занимаемся еще. Вот на тобой видео и надо, чтобы потом не спорить. С чем мы тут снимались? Ну вот, поэтому будем весело. Ну что, готов? Да. Это камера звук уже? Да. Поехали. Давай. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Латвия. Наша страна». Это передача о том, что интересует и так или иначе касается каждого из нас, о событиях в Резах на Икрае, в Латгале и во всей стране. Актуальные темы, беседа с интересными гостями, обмен взглядами и, конечно же, мнение наших горожан. Программа выходит в эфир по понедельникам в 10 часов утра и повтор по субботам в 9 утра. Меня зовут Александр Климов и сегодня у себя в студии. Я буду очень рад познакомить вас поближе с руководителем Розыгненского филиала компании «Латен Софт», с любознательным, на мой взгляд, человеком с активной жизненной позицией и, к тому же, с моей тезкой, с Александром Мешковским. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, кто слушает. Ну, возможно, некоторым нашим радиослушателям ваше имя мало что сразу так скажет, зато всем активным пользователям социальных сетей, YouTube, всем жителям нашего города, интересующимся происходящим, много скажет ваш ник «Сиракез». Расскажите, Александр, когда вы стали «Сиракезом», есть ли это какое-то значение и кем вы себя считаете, ощущаете? Видеоблогером, хроникером городского быта, видеодокументалистом наших будней? Расскажите немного. Ну, если начать с того, кем я себя ощущаю, то, наверное, если бы я как-то себя кем-то ощущал, вот из перечисленных мне, наверное, уже надо тогда в духу или я не знаю куда. Просто я живу, я делаю то, что, как это говорят, делаю то, что должен и будет все хорошо. И вообще, чему-нибудь, что будет, да, что будет, поэтому не специально это все создавалось, там я что-то выдумал, какие-то придумал Никки Ник, этот родился, еще не было интернета. Я взрослый человек, мне много лет, и мы играли в индейцев. Сейчас, наверное, молодежь не знаю, играет, не играет, но я играл. А индейцы – это племя ирокез, Гойко Митич, кто смотрел эти фильмы, там «Белый клык» и ой, много-много-много всяких-всяких про индейцев, тогда это очень популярно. По-моему, чешский фильм был, нет? Чехи снимали или немцы? Ну, неважно, не советский он был, не российский фильм. И там было племя, вот, ирокезы. Ну, а так как я в детстве был с Сашей, сейчас я стал Александром, больше зовут, ну, вот, Саша ирокез, мы там кричали друг другу, Саня ирокез, а Эс ирокез, получается, поэтому, если уже я так вот… Ну, этимологию выяснили. Да, это оказывается, он не придуман абсолютно, он пришел со мной из тех веков, когда еще интернета и в помине не было, никто слова «ник» не знал, просто это вот такая аббревиатура была. Ну, вот она прижилась. Ну, вот, и как вы к этому пришли, вот, когда вы начали освещать городские события, выкладываете на видео-репортажи? Как вы до этого дожили? Дожил очень просто. Опять же говорю, ничего специально не делалось. То есть, это благодаря, наверное, моему характеру, моей вот этой вот неугомонности, можно так сказать, потому что я считаю, что для своих, ну, лет жизни я достаточно энергичную жизнь веду, как бы, не говорю там, что я спортсмен великий, но, по крайней мере, я не пытаюсь сидеть на месте в этом плане. Поэтому мне все это интересно. Отсюда рождаются вот эти все видео. А чем еще заниматься? Ну, тем более, что начал я снимать-то еще в 86-м году кино, пленку 8 миллиметров, была такая аврора, кинокамера, еще без звука. Поэтому это все плавно, очень плавно. Я тогда, кстати, учился. Ну, то есть, я всю жизнь был занят чем-то таким, связанным с электроникой, ну, тем или иным образом, там, кто связью занимался, кто, там, учился на электронике. Ну, короче, электроника – это моя вторая, как бы, такая, поднагодная жизнь, где я маленько что-то понимаю, даже разбираюсь в чем-то. Поэтому, собственно, я родилась идеей снимать, потому что там камера у меня появилась, тоже считаю, наверное. Ну, вот вспомните время, 86-й год, у кого в доме была кинокамера. Ну, это, наверное, слова. Не каждый знал такое слово, что можно самому снимать. Компьютер у меня появился в 88-м году. Тоже все удивляются. Кому не скажи, что у меня в 88-м году. Какой вопрос? Ну, какие были? Ну, кто помнит, радио-РК такой был. Ну, то есть, как бы сейчас сказали уже современные люди, с детства тяготел к модным гаджетам, Александр. Да, наверное. Плюс не было интернета. Представляете, как сложно было без интернета всем этим заниматься, интересоваться и заниматься. Сейчас это просто. Открываешь Google, ищешь интересующую тебя тему, и, в принципе, через час ты готовый пользователь. Тогда, представляете, взрослым уже ходил в библиотеку. Ну, в 88-м году я занялся изучением темы компьютер. Мне так это было повод. Кстати, вот, я люблю отвлекаться. Вот сейчас я перескакиваю на другую тему. Это отсутствие нынешней жизни, литературы, которая подвигает молодежь к чему-то толковому. Вот серьезно, нет такого, на мой взгляд. Есть всякие шок-поп журналы, которые, ну, мозги только чистят, но никак не образуют структурные какие-то там правильные эти образования. Эти извилины в нужное русло, они это не делают. А тогда был журнал «Радио», кто помнит, был журнал «Юная техника». Шикарный журнал для «Юного техника». В те времена, я не знаю, пацана, который его не читал. На чердаке у нас дома я вот до сих пор такая. Нажая подборка. Целые подборки. Я до сих пор перелистываю иногда эти схемы, потому что в жизни нуждаюсь в них. Ну, бывает так, по работе надо простенькую схему, которую у китайцев заказывать долго, а там два транзистора, три резистора, спаял, все заработало. То есть, есть такие вещи. Поэтому вот это все так и сложилось. То есть, я говорю, ничего специально. Это знак судьбы, можно сказать. Оно постепенно все строилось, строилось. Конечно, потом кино сменило, видео сменило, следующее видео, потом HD формат. Ну, это все естественно. Когда чем-то занимаешься, ты постепенно от ступеньки к ступеньке перепрыгиваешь, перепрыгиваешь. Вот пришли к тому, что сейчас. Ну, говорят, чтобы преуспеть в своем деле, чтобы остаться профессионалом, нужно как минимум 10 лет посвятить этому делу. Вы посвятили уже больше. Если вы говорите с 86-го года, вы это все начали. Можно быть, помните свой первый репортаж? Ну, вот, выход в свет, так сказать. Да, помню первый. Ну, как, репортаж, я помню свой первый. Но выделитесь, вот интересно. Не помню, а первое кино было снято дома, разыграна сцена, а жена у меня была ворчливая. Ну, она у меня не ворчливая, нормальная жена женщина. Везущего человека. Да, была разыграна сцена, что она меня гоняет по квартире, я ничего не делаю, просто слушаю музыку, а потом меня наказывают, я на кухне стою, чищу картошку. Ну, и так, не мое кино такое, вот это был мой первый постановочный кадр. Отлично, я помню, что это вот такая мысль пришла. А репортаж такой первый, который подтолкнул меня, как бы, ну, к такому, заняться этим посерьезнее чуть-чуть. Наверное, это было, если кто помнит, сейчас есть такое, это, как же он у вас, Д-пункта. Да, да. И сейчас есть. Дом Валанте, да, да, да. Я мало ее смотрю так, потому что своего хватает, что делать. Ну, вот там как-то даже удалось, тогда я еще долго смеялся, что это были давние годы, наверное, год какой-нибудь. Ну, у нас ЖБК пожарный, может, кто помнит, горело когда на ЖБК. И вот, то есть, попали тогда... Телевизор, что называется. Да, я снял тогда этот вот сюжетик, и почему-то все говорят, пошли, Д-пункты, пошли, пошли. Что-то толковое должно быть. И я послал, и действительно, не то, что показали, а еще к тому же и денег дали, 50 латов. Но правда было так странно, что нельзя было их на счет перечислить, и надо было за ними ехать. Поэтому я сидел в Ригу, чтобы получить 50 латов, тут же их, ну, сами получать бензин, еда, и, конечно. То есть, но зато это дало такой эмоциональный стимул, мне очень понравилось, пообщался там с людьми, и вообще, ну, вот, понравилось. Просто это как-то понял, что это кому-то нужно, кому-то интересно, потому что, ну, снимал для себя, как все, большинство снимают, многие люди, но они на этом моменте, я вот всегда смотрю, какие-то мероприятия Розыгнецкий, и все, наверное, замечают, что снимающих на телефоны, там, на что-то, миллионы просто, ну, не миллионы, но, ну, их много. Куда потом эти все съемки, вот даже можете специально YouTube листать, долго не найдете. То есть человек, конечно, в основной массе, не домашнего архива, не домашнего архива, может, просто посмотрел, маме показал, друзья показал, и стерп с телефона. Ну, а вот у меня этот стимул подтолкнул к такому, что, наверное, это кому-то даже может быть интересно. А на какую тему больше нравится, или если угодно, интереснее делать репортажи, снимать, и где больше отзывов, больше просмотров, больше образных связей? Это, ну, просто городские мероприятия, там, выставки, обзоры, гаджеты. Ну, тут все очень сложно. Почему? Ну, снимать можно разные события. Согласен, но для того, чтобы снимать разные события, надо быть свободным художником. Я, между прочим, еще и работаю. Приходит об этом я еще и спрашиваю. Поэтому приходится, у меня мало времени выбирать, что снимать, на самом деле. То есть, все городские мероприятия я стараюсь посещать, потому что, ну, почему нет? Для того, они организуются, чтобы их посещать. Не понимаю тех людей, которые знают, что есть какое-то мероприятие, они предпочитают, ну, там, другие занятия, если у них нечего делать, они просто дома сидят, смотрят телевизор. Ну, собственно, ребята, мы сами создаем свою жизнь. Если бы горожане больше хотели на мероприятия, чаще их посещали, руководство, организатор или там, руководство города видела бы, как это нужно, как это интересно, потом жалуются, все одно и то же. Так, ребята, все одно и то же, потому что приходит 20 человек найти одно и то же. И эти 20, может быть, вполне нравится. И эти 20, они ходят не из-за того, чтобы, как это многие, а что новенького будет? Ну, вот, это одна из тем, возвращаясь к нашим баранам, значит, для того, чтобы мне снимать то, что я хочу снимать, это надо заниматься этим действительно профессионалом. И уходить от работы, заняться репортажеством, этим видеосъемкой серьезно, и, наверное, тогда я смогу продавать свои репортажи за деньги, так скажем, чтобы на эти деньги жить. Тогда бы у меня появился интерес сделать что-то такое действительно стоящее, поэтому я ограничиваюсь съемками как есть. Но мы понимаем, что в наших современных реалиях это маловероятно, такое развитие событий. Немножко не согласен, потому что иногда, я даже уже так для себя думаю, вот сколько тем в голове всплывает нужных и полезных, но я понимаю, чтобы осуществить эту тему, это мне надо, значит, потратить три дня на работу с этим, с этим материалом. Мне надо туда съездить три-четыре раза. То есть посмотреть это все развитие событий ну как бы в перспективе, да, то есть это целая работа уже реально журналистская такая крупная работа, которую делать просто так без денег не получается, это уже ресурсы, это уже, ну, кто понимает, о чем я говорю, он понимает. Это уже не хобби, это уже работа. Ну вот я почему вам вообще этот вопрос задал, мне главным образом интересно понять структуру предпочтений наших горожан, активно пользующихся интернетом, какие обзоры и сюжеты, на ваш взгляд, больше трогают общественность. Чем вы вот лично руководствуетесь при выборе сюжета? Вы пытаетесь угодить массам и выложить что-то такое жарено или преподнести под каким-то соусом или все-таки вот исключительно собственным вкусом и чувством сопричастности к чему-то происходящему руководствуетесь? Совершенно не пытаюсь кому-то угодить, потому что вот буквально вчера был один комментарий, ты начал снимать фигню и я отписываюсь. Я просто удалил этот комментарий, потому что такое у меня есть правило, на моем канале не должно быть мата, не должно быть личностного отношения, то есть, конечно, если кто-то пытается мне написать там, что я такой или сякой, ну то есть, ребят, есть сюжет, обсуждайте сюжет. Если начинают затрагивать личностные мои конкретные данные, меня это... Ну это просто у меня нет демократии на канале, пускай мне там пишут сирокез удаляем комментарии, хай, я их удаляю, потому что эти комментарии совершенно не вписываются в бренд моего канала, у меня должно быть все мирно, тихо, спокойно, мне вот эти вот, как это, ну, нехорошее слово, ну, вот эти грызня на каналах, мне в комментариях меня абсолютно не радует. Даже несмотря на то, что она стимулирует количество... Конечно, вот опять же о том, что если бы я допускал это, конечно бы выросла моя популярность сильного жителя, выросла бы, каждый знал, что можно зайти к сирокезу на канал, там на сайт, да, пособачиться, вылить свою душу, но, к сожалению, меня это, ну, никак не радует, поэтому... Но все же, вот что больше трогает разок немцев, новости со знаком плюс или со знаком минус? Ну, конечно, минус, вот, к сожалению, так же устроена жизнь, хотя все пишут, как тебе несовестно снимать эти аварии, но, ребята, откуда берутся просмотры аварий по тысячам? А вот нормальное мероприятие, которое проходит интересно, в библиотеке Резакна, про поэта какого-нибудь, где реально интересно послушать, почему-то 300 просмотров. Любая авария, даже не просто там какая-то серьезная, а просто на мосту столкнулись две машины, как минимум полтора тысячи. Просто внутренне запрос на вот эту чернуку. Конечно, поэтому все, кто пишут, что как тебе несовестно, ребята, начните с себя, не смотрите это видео, я увижу, что нету спроса на него абсолютно. А когда вы обеспечиваете полторы тысячи как минимум просмотров этого видео, и замечу тут сразу, чтобы дальше эту тему прикрыть, на мой взгляд, ни одно мое видео, снятое аварии, никого не оскорбило. То есть, я снимаю репортаж, никак не вот здесь хорошо, где он может над авариями и там, ну то есть, вот эта тема у меня отсутствует, поэтому все упреки в этом я тоже отметаю. Нет, то есть, как художник, он по сути констатирует факт. Да. А каждый видит то, что он хочет. Совершенно верно. В меру своей образованности и так далее. Абсолютно. Ну вот вы сказали про спроса, по всему логичному, мне кажется, следующий вопрос, вот количество подписчиков и количество лайков, репостов вас интересует? Конечно. Пытаетесь его как-то стимулировать? Не пытаюсь стимулировать, потому что... Ну так, вот недавно вы конкурс объявили с приятными призами на каком-то это никак не стимуляция подписчиков. Серьезно. Посетите телеканал, но мне кажется, это как-то связано, нет? Нет, кто меня знает лично, они знают, что мне драйк нужен. То есть, ну я живу так. Я не случайно в свое время прыгал с парашютом, я занимался спортом и не только одним видом, разными. То есть, я в этом плане, я много езжу на какие-то путешествия, экскурсии, которые многим даже не интересны, да, то есть, все посещают там куда-нибудь южные берега и прочее. Мне интересно какие-нибудь заковубки. Где не стопало на кончалок? Поэтому... Первопроходится, Александр. Не первое похоже, но это не бывает. И я взрослый человек, понимаете, вот если бы я был пацаном в нынешнее время, вот сейчас бы я родился, сейчас бы я родился и было бы мне там 16-18, пожалуй, да, вот тут бы я развернулся, я так чувствую, что вот меня бы молодо сейчас, значит, вернусь в нашу жизнь с гаджетами, с этими сетями и мои 16. Ну, о чем мы говорим? Да, но при этом, чтобы сохранить вот тот потенциал, который есть сейчас и все знания и навыки, да, еще в эти 16 лет. Поэтому сейчас какие-то подписчики, какие-то... Мне нравятся комментарии, даже отрицательные больше, ну, как... Не то, что отрицательные, а критические, такие интересные. Не, ну, конструктивная критика... Да, когда можно с человеком о чем-то поспорить. Некоторые не любят спорить, они сразу лезут в бутылку и... Ну, то есть, вот культура спора в сетях... К этому мы обязательно вернемся. Она настолько... Это вопрос я вам задам, когда существуют две точки зрения, а я неправильная. Сури, можно прерваться. Да. Алло. Ну, то есть, вот, никуда не деться от того, это чистая психология, ну, невозможно сказать, что количество лайков, там, или репостов, ну, не тешит немного самолюбия. Нет, мне это приятно, конечно. Ну, как я могу сказать, что вот, если мне поставили лайк, мне это все равно. Конечно, это приятно. Я почему вам этот вопрос задаю? Вот, если не погоня за узнаваемостью или популярностью, то какое желание, что именно движет вами в этой работе, это же требует, как вы уже говорили, много времени, иных ресурсов, там, топливо, техника и так далее. Ну, как это, каких-либо... Что вам движет? Я не могу сказать, что мне. Мне приятно, что это оценивает. Любому человеку приятно и вот, допустим, сейчас я был на елке открыть. Подходит женщина. Говорит, о, зерокист, наверное. На меня смотрит. Я говорю, да, я наконец увидела живого. Я вижу в ее глазах искреннее, положение, уважение, радость накрыть. Я так люблю смотреть ваши репортажи. Я все смотрю, но никак не могла вас живым застать. Я говорю, ну, вот, видите, получилось. И, конечно, это радует. То есть, если есть какой-то отклик вот в сердцах зрителей, что называется. Хотя, все темы, если у меня посмотреть, все темы, это то, что близко мне, а не зрители. Но, наверное, я, как всегда говорю, я же не уникален. То, что близко мне есть люди, которые пересекают интересы. Они смотрят меня. Конечно, они. То есть, кому скучно смотреть мой канал, есть такие комментарии, скучный канал. Конечно, он скучно. Подводят такую общую черту. Насколько я понял, если что-то не так, мне поправьте. Вот вам просто нравится непредвзято информировать общественность, вести какой-то диалог с земляками, ну, и известность, какое-то уважение в определенной среде. Это такой, скажем, приятный бонус. Правильно? Не совсем. Для чего был придуман сирокез? Кто-нибудь, не придумал, а вспомнил этот вот ник, так называемый. Мне вот сейчас, я только широко так, но многие, конечно, а многие до сих пор, наверное, для кого-то, даже, может быть, знакомых, таких не совсем близких, но будет откровением, что оказывается, вот этот шурик оказался сирокезом, ну, как-то, да, есть, и это уже в жизни у меня было так не раз, когда я приезжаю куда-то по работе, и потом ко мне подходят люди, говорят, да вы что сирокез? На машине написано, да, говорю, да, никогда бы не подумали. И мне это нравится, то есть вот эта интрига, мне как раз таки, вот, мне нравилась эта передача, почему я думал, ну, соглашаться, не соглашаться, это дополнительный козырь для тех, терять интригует, вот теперь все, кто послушали, они понимают, а, так это это, и мне вот этого не очень прихотелось, мне хотелось, чтобы я жил своей жизнью Александр Мишковского, сирокез, он как книг в сети существует, я могу себя замечать, гидрический персонаж, да, я помню, вот, если вспомнишь, такое было время ИРЦ, это, там был ворон, такой, модератор, модератор всего, ИРЦ, ворон, а я тогда был молодым человеком, и все говорили, ворон, ворон, никто не знал, кто такой ворон, если бы он звался, Григорий Букин, григорий Букин, эй, ладно, но ворон, для всех это было, ворон, такой крутой мужик, наверное, ворон, то есть вот эта вот интрига такая, кто такой ворон, она даже какой-то предавала такую, вот мне тоже, в принципе, этого хотелось, чтобы Сергей был Сергей, я был Сашей. Хорошо, уяснили, поехали дальше, интересно узнать, может быть, вы вот сейчас уже год приближается к завершению, поэтому, ну, логично, мне кажется, вопрос, ведете ли вы какую-то статистику, сколько видеосюжетов вы уже выложили за все время, сколько у вас подписчиков, просмотров, ну, это очень просто, YouTube все за меня делает, подписчиков у меня, ну, озвучьте мы сейчас, тысячи, ну, я не знаю, там точно, конечно, не считаю, но на иконке видел 3000 с чем-то, я точно не берусь сказать, потому что число, кстати, многие думают, что они только растут, нет, на самом деле, отказываются очень много подписки, любой, любой канал, он ведет жизнь, такой очень активный, туда подписываются, но просто, если подписчики растут, это значит, что количество подписавшихся, ну, естественно, больше от количества отказавшихся, но поверьте уж, моим словом, каждый месяц отказываются по 20 человек, но подписываются 40, ну, то есть, динамика положительная, динамика всего время, каждый месяц, примерно в 40, 60, 80 человек, могут подписаться, но при этом и откажется, 20, 30, 40, и соответственно, постоянный плюс, где-то так в месяц, наверное, 20, 30 человек, нам рассмотров, так сколько, просмотров, там идет, по-моему, всего за все время, 3 миллиона щен, ну, на все видео, а видео всего, что-то к 2000, а может 2000, я тоже точно не знаю, это сюжет, да, это сюжет, если посчитать, что первое видео, я буду в седьмом году, на YouTube, именно, 7 января, 7 года, так получилось, то, собственно, вот смотрите, за 8 лет, полторы тысячи видео, или две тысячи, это получается, через день видео, через день. Знаете, с такими цифрами, скажем, 3000, вот по меркам нашего, небольшого города, уже вполне можно претендовать на роль, такого народного, альтернативного медиа, и начинать собирать денежки за рекламу, у вас, кстати, не приглашают, сюжеты, а взоры, и рекламу за денежку, нет? Я отлично понимаю, что такое, вид, я отлично понимаю, что такое реклама, я отлично понимаю, что тогда я должен, опять же, превратить свое хобби, работу, тогда мне надо оставить работу, чтобы хорошо зарабатывать, этим своим вторым, так скажем, хобби, хобби, но пока, я на это не иду, вот я, наверное, выйду на пенсию, надеюсь, здоровье еще не будет, говорят, пенсия у нас там, черт знает, когда, это будут смешные планы, такие, да, ну так, расскажи о Вах, на своих планах, смешно, расслышать, да, ну смысл такой, что, если серьезно, то все это здорово, но я отлично понимаю, что мы живем в разы окна, и поначалу, может быть, даже на этой рекламе, что-то можно заработать, ну, а распространяться на, куда-то еще дальше, разы окна, опять это, короче, не входит плана, нет, а предлагают, не предлагают, вот так снять, тут, конечно, предлагают, конечно, предлагают, предлагают, гостин тебя ужином, там, или, никто ничего не угощает, я, как правило, дадим, нет, все не так, мне нравится делать вот такие рекламы, вот то, что есть на моем канале, серьезно, все практически, даже, я не знаю, за что мне могли бы заплатить, все делается, вот, последний этот, гостиница, рестарк, можно спросить у кого угодно, я даже туда приехал, не готовясь, просто мы на обуе приехали, да, с компанией, и оказалось, что там сидят за нежнеждением, мы даже не знали, есть ли там места, нет ли там места, потом мне позвонили с рестаркта, и говорят, Саша, что ты наделал, нам целый день звонят, все интересуются, как заказать в кафе, сколько, где находится, как номера можно заказать, то есть я им создал, сам того не ведая, я уж извиняюсь, что я это разговорный вынес, но, что плохое, я не вижу, по сути я и, ну цель моего видео такая, я даже там и говорю, что самому сам схожу, другим покажу, то есть все идет на таком, добровольном начале, мне это нравится, то есть когда у меня кончится зарплата, меня сократят, уволят, я вспомню, что я могу заработать рекламой, я наверное тогда выберу какой-нибудь патент, буду законопослушным, и начну зарабатывать деньги. Но с твоей счастливый чей, по вашему счету, у вас два хобби, я так понял, и оба этих хобби совпали с вашей работой, у меня больше хобби, которые, можно сказать, традиционно я посещаю меня, уже приглашать не надо, все знают, что я там буду. В принципе, я готов, я всем говорю, что кому интересен, опять же, я не иду туда, где мне скучно, то есть, если мне звонят, были случаи, говорят, приходи туда, но это не моя тема, вот я, я не знаю, что там снимать, то есть, вот допустим, музыкальные всякие разные, я, как по музыке, я не интересуюсь музыкой, ну не моя тема, вот есть люди, которые не интересуются музыкой, я не люблю музыку, ну не то, что не люблю, я ее слушаю как фон, я не буду сидеть, получать от этого большое удовольствие. Снимать музыкальное, что-то, это значит, надо снять или весь концерт, чтобы дать понять, а просто снять концерт, нарезать кусочками по 10 секунд, каких-то композиций выложить, а что это дает тому, кто не пришел на концерт, тот, кто хотел насладиться музыкой, он естественно придет и насладится, а если он подлинился прийти, ну зачем ему это нарезка, кишмиш в интернете? Все это можно послушать и так, в интернете, я думаю. Да, поэтому, если мероприятие, оно того стоит, оно розыгненское, оно интересно, особенно всякие там, Матрали, мне нравятся, конечно, когда что-то. Если я не ошибаюсь, я помню, даже вы выигрывали, не только вот в ДЭК-пункте вы принимали участие, но и даже выиграли приз на ДЭЛФИ, как лучший видеорепортер какого-то промежутка времени, есть ли сюжеты, может быть, которые вам больше всего запомнились за эти годы, или которые для вас представляют особую гордость, или вот какие-то случаи интересные? Ну, вот так я вспомнил сразу все сюжеты, вот их тысячи лет. Ну, что-то вот особенное такое, близкое к сердцу. Ну, хорошо, мы можем этот вопрос остановить. А просто потому что все, что снимается, что часто выбрать. Нету, нету таких, как это говорят, какой там ваш любимый, ну, они все, это мое, то есть я это снимаю, не просто так, я опять же говорю, это не заказы какие-то, заказы, тогда человек снимает что-то, он понимает, это был заказ, а это от души, а я все снимаю от души, я, вы сами вот у себя представьте, мне надо встать в выходной, все нормальные люди спят в 12, у нас где-нибудь там в парке елка, неизвестно что, мне значит, как это без души можно делать, я что себе враг или что, как бы я жил, то есть меня наоборот это заводит, поэтому я не могу выделить что-то, мне все, что снял, все приятно, все дорого на самом деле. Хорошо, приятно это слышать, но я заметил, вы вот как раз поделились, что помимо фото и видеокамеры, вы еще иногда выкладываете материал с видеорегистратора, и недавно подняли такую, ну болезненную в нашем городе, да и наверное везде, во всем мире, тему как гамство на дороге. Расскажите, на каком уровне, на ваш взгляд, находится культура вождения в нашем небольшом городе, и как можно воспитывать храмов, ведь насколько мне известно, номер транспортного средства без согласия владельца запрещено публиковать? Согласен. Воспитывать вот именно эти ролики, все которые, у меня многое, кстати, называется плейлистом Резгла в пути один, а второй дорожные зарисовки, два плейлиста, где именно эта тема обсуждается. И снимается это, как многие думают, что кого-то я хочу там показать и обидеть. Нет. Снимается именно для того, показать, человек себя, когда со стороны видит, я при этом сам не идеален, вот в чем беда, да, то есть я точно так же по городу езжу, тоже, наверное, где-то нарушаю, где-то, но при этом, если ничего не делать, то есть мне жена иногда говорит, что вот тебя снимут, ты вот тут так сейчас, на красную стрелку повернул, загорелась красная, а она уже, ну, как это было, все водители его понимают, мы понимаем, что я никому не помешал, я слева пусто, ночью едем, загорелась, вот прям переключилась стрелка, я повернул на красную стрелку направо, но что я нарушил, да, теоретически, юридически нарушит, фактически, я говорю, а тебя снимут и покажут, сейчас за нами еду. Ну, в целом, вот как вам кажется культура вождения в нашем городе, потому что в больших городах, как бы это парадоксально ни звучало, но культура вождения выше, потому что водители понимают, что пробки, сложные ситуации на дороге, сегодня ты подрезал, завтра тебя подрежут, здесь нужно пропустить, хоть ты даже и у тебя преимущество, и как-то к этому относятся, как к норме вещей, как к давности, у нас почему-то прут, не пропускают, там, пешеходные переходы, я уже молчу, там, во всякие нюансы. Ну, вот, сдерживает, на самом деле, то, что все знают, зеленую машину, с регистратором, я уже не раз замечал, вот есть там, у нас есть места в городе, реально, где, ну, можно просто встать с камеры и снимать постоянно нарушения, постоянно, и серьезные, которые могут привести к чему-то. Я этим называюсь. У вас появится конкурент, фоторадар в следующем году, новую вещь поставить. А этот новый конкурент, вашего небольшого. Ну, может быть, даже он поможет в чем-то в городе, это действительно вещь необходимая. Так вот, если подойти серьезно к этому вопросу, то на снимать этих вещей очень много можно. Но цель такая у меня не стоит. Я снимаю только то, что коснулось вот прямо, еду и онлайн, что называется, да, снял, и они специально кого-то под лагерь не делали. Поэтому, когда видят машинку зеленую, едут, и ему хочется, я вижу, что он хотел, и он тут думает, а надо мне этого светиться. То есть реакция на автомобиль Александра уже как на трафарированный... Согласен, согласен, дисциплинируют водители, вот многих. Это приятно. А при этом, заметил не раз, особенно, не буду упоминать марку, которая любит дрифтануть, а если еще за ней едет сирокез и все знают, что это снимается, а я эти видео, если кто заметил, очень редко выкладываю. То есть если, а снято очень много, то есть вот передо мной едут где-то на перекрестке, особенно по зиме, обязательно сделает в надежде, что я это вот сниму и выложу в интернет. Ну, я этим не занимаюсь. То есть ребята, если кто там дрифтит передо мной... Как вы думаете, вот только коротко, если бы, ну, у большинства наших горожан был видеорегистратор, стал бы ситуациям дороги лучше? Думаю, потому что не все же выкладывают. Если бы, я уже давно, у меня такие, у меня много бредовых идей. Как вы можете говорить, нет, будучи продавцом, этих регистраторов в том числе. Потому что отлично понимаю, я в этом плане так хороший продавец, я не буду говорить. Вы хороший продавец. У меня такая бредовая идея была, вот смотрите, регистрируется, должно быть сделано так. У меня много бредовых идей, на самом деле. Одна из них касаема вот правил дорожных движений. Поделитесь вкратце. Да, вкратце так. Значит, ставится на каждую машину производителем, естественно. Штука такая, когда ты едешь, ты отлично, но регистратор должен быть внедрен, на мой взгляд, уже с завода производителя, чтобы не спорить о правах человека и прочим. Он должен быть внедрен, и естественно, технологии позволяют номер онлайн закрашивать, а если для юридических всяких целей, он виден должен. Это не главное. Главная кнопочка у владителя на руле, где звук, где в лодку скалы и прочее-прочее, еще одна кнопочка. Когда он видит впереди себя какое-то нарушение, которое его подрезали, его носом, не надо вылезать из пиджа. Нет, он нажимает, он нажимает кнопочку, его машина, так скажем, плюет той машине в спину импульсом. И на его электронной панели, которая имеется у каждой машины, ну, электронный компьютер, так скажем, мозги электронные, она запоминает того, кто плюнул, кадр делает, время, то есть все эти данные, это технологии позволяют элементарно. Проходит техосмотр, человек приезжает, помимо всего, что делается на техосмотре, снимаются показания в компьютере. Плевков смотрят, у кого-то два плевка, допустимо. Статистика, когда эту систему можно внедрять и использовать, и оттестировать, можно даже пару лет погонять и посмотреть, как это приживется. А я уверен, что это прижилось бы. Очень хорошо. И в конце года, когда ты приезжаешь на техосмотр, и у тебя показывают там 200-300 плевков, и по кадрам видно, кто плюнул, и можно научную ставку. Ну, то есть привязать это пропорционально к дорожному налогу, скажем, да? Да, и не просто к дорожному налогу, а реально еще за это бабки, и вот он приезжает, ему говорят, вы нам должны тысячу льера. Вы только этой идеей не делитесь ни с кем из государственных мужей. Тут же возьмут на вооружение, если это можно будет привязать. А представьтесь, это сразу бы на дорогах было. Тише, благодать. Ну, давайте, у нас не так много времени от культуры на дорогах перейдем к культуре в интернете. Вот как вы относитесь к пиратству? Спрашиваю вас, и как у обычного человека, и как у продавца лицензионного софта. Двояко, конечно. Как продавец, всегда против пиратства абсолютно. Как человек, каких-то белочак допускаю это. Ну, допустим, вот студенты. Ну, бывает, нет денег, чтобы купить там лицензионные Windows, но студентов проще. У них сейчас программы всякие, им все это дается бесплатно. В библиотеках. В библиотеках там, вузы, а домашние, даже в домашние. Академия может выдать, по-моему, там как-то есть лицензии такие, что пока учишься, даже вплоть до бесплатного Windows Office. Ну, а если ему нужен, допустим, какая-то специализированная программа. Нет, ну, конечно, это аудишн, фотошоп, вегас, вот все вот это, что здесь, большинство, бежинство. Давайте так, вот школа, допустим, обучают 2010-му в офисе, 13-му, 16-му. И сколько раз приходилось такое слушать, родители говорят, ну, а где нам его взять? И вот реально, не моя проблема, почему мы продавцы, или мы люди должны решать те проблемы, вот почему человек, для того, чтобы обучать ребенка, а где ему бы взять этот 16-го, искупить за 200 евро? Верите? Нет. Соответственно, что-то у нас не так продумано, ну, то есть, это не та тема, которая так просто обсуждается. Это тема государственного масштаба, я уверен, что даже в государственных учреждениях есть пиратский суд, уверен. А я в этом не сомневаюсь. Даже, даже не то, что не сомневаюсь, я даже знаю, но адреса не скажу. тема пиратства, это абсолютно неоднозначительно. Я не делала ваше личное мнение. А мое личное, вот дома, клянусь, использую все Windows официальный, на работе официальный. То есть, я дошел до того, я как сам специалист, я отлично вижу, сколько человек отдает за пиратский суд в процессе жизни. То одно слетело, то второе заразилось. Весь пиратский суд про пиратский суд все фотографии пропали, все пропали. Вот этот знаменитый битлокер, который, не битлокер, а блокер вирус, который закрывает компьютер, кодирует, я в своей жизни пока не видел на лицензионном софте этого вируса. То есть, все, что я видел, к нам, как они приносили, все пиратские вина. А вирус этот положил в миллионы компьютеров по всему миру. Да, как правило, производитель закрывает все эти дыры сразу. Вот обнаружилась утечка, так скажем, порт какой-то, или там дыра в программном обеспечении. В течение, я не знаю, наверное, 4-5 дней это решается, закрывается, и человек, использующий официальный софт, как правило, это не ощущение. Хорошо, идем дальше. Вот у нас у многих от софта более повседневным вещам у многих сложился такой стереотип, как можно платить за музыку, за фильмы, когда в интернете с торрентом, да, откуда угодно можно скачать в отличном качестве, без глюков и даром. В то же время мои знакомые, например, вот в Германии у меня есть там несколько есть друзей, они не понимают, как можно за это не платить. У них система такая, что они за это, ну, не могут не платить. Как вы думаете, можно и нужно ли поменять наше мышление в этом вопросе, и какие шаги нужно предпринять для того, чтобы мы начали больше уважать чужую интеллектуальную собственность, авторское право? Все можно, все нужно, есть страны, где это все решено, даже в Швейцаре, там был, сам видел. Но вы представляете, что у нас все деньгами лечится, разыгнется, все лечится деньгами, то есть штрафами какими-то. Да, и самое главное, чтобы это все действовало не просто только на одного человека, который, как это сказать, простой, платящий налоги, человечек. Если наш премьер заплатит за пиратский софт, то я думаю, и он его использует. Вот уверен, дома приходит и фильмик посматривает. А что не посматривает? Посматривает. Давайте за то, что он скачал этот фильм. Придут ему штраф, как в Швейцарии, там 500 евро, скажем, за один фильм приходит штраф. Например. Дорогой поход в кинотеатр. Дорогой поход в кинотеатр. Станет он еще качать? Нет, и мы не станем. Ребят, мы пойдем все в кинотеатры. Все это проверено, не нами придумано, все лечится деньгами. Только моральный кодекс, коммунистический моральный кодекс теперь распитывается только деньгами. Живем во времена оголтелого капитализма. Да, и все на деньгах, к сожалению. Ну давайте тогда немного вернемся к социальным сетям. Вы наверняка замечали, что в последнее время появляется огромное количество так называемых фейковых или ложных новостей, с кричащими заголовками, что-то типа там, караул, конец света, российские войска, латвийских границ, и люди сразу бегут читать, портал набирает популярность, начинает продавать там рекламу или тиражировать какую-то информацию нужную владельцам. А на деле новости эти вовсе-то и не новости. Понятно, что российский макс-кал наших границ постоянно, там что-то стерекот и находится там на постоянной основе. Вот какое у вас отношение к тем людям и порталам, к которым главное заработать популярность с любой ценой, не брезгая ничем? Меня удивляют те люди, которые делятся ссылками с этих порталов, серьезно. И эти люди делают это постоянно, но ничему не учась. То есть, я уже для себя давным-давно сделал правиль. Я, если вот новость начинается, вот эта женщина налила в стакан воды, а дальше и три точки. Я прохожу эту новость и даже не листаю, не открываю, потому что я знаю, что там будет. А дальше открываешь, читаешь и понимаешь, тебя развели. Ты зашел на этот сайт, чтобы обеспечить чему посещаемость. Там нет новости, там нет чего-то необычного, там есть все то, что уже испытано, проверено, просто ты лишний раз потратил своих 40 секунд времени, а люди этим делятся постоянно. Вот я сижу, допустим, тоже в Facebook и вижу эти ссылки от одних и тех же людей, которые делятся этим пустяковыми ссылками. И при этом они и считают, что это, наверное, интересная новость. Наверное, это зависит от образованности. В первую очередь. Ему интересны эти ссылки, мне неинтересны эти ссылки. Поэтому тут те, кто создают эти сайты, а эти сайты создаются с одной единственной целью. Пугачева умерла. Ну, туда нажмут 300 тысяч вот таких людей, которым эта новость кажется интересной. Посмотрят рекламу и посчитают то, что нужно владельцам этого сайта. Совершенно верно. Организатор этой странички, естественно, он рассчитывает на таких людей, чтобы зашли, вышли, но зато показ рекламы, посещаемость, может даже лайки какие-то. Но в продолжении тогда тема такой вопрос. Вот во всем этом огромном потоке информации в социальных сетях, во всевозможных порталах, пытающихся заработать популярность, удивить уже без того искушенного читателя всеми правдами, неправдами, как вы отделяете? Вот какие-то есть у вас еще такие правила «зерна от племен». Какой совет дадите нашим слушателям, кроме того, что вы сказали, не вестись на кричащие заголовки? Ну вот именно опыт, то есть опыт все насыбы, ошибок трудных, это не нами сказано, а это только так. Нельзя обучить человеку вот просто взять и обучить общению в интернете. К сожалению, он должен набить эти шишки сам. И только когда он заразит свой компьютер несколько раз и отдаст за это опять же те же деньги на восстановление. Вот Александр опять. Да. Сам себе плохой предоставитель. К сожалению, ни один антивирус вас не защитит, как бы вы не верили. Если вы сами... Были случаи такие, что человек говорит «мне нужен этот файл», а антивирус ему говорит «не нужен тебе этот файл». Не нужен тебе этот файл, он ругается на него, отключает и скачивает этот файл, а потом говорит «так была нужна инструкция к автомобилю». Ребята, еще раз скажу, бесплатного в интернете ничего нет. Ничего. Потому что, как только вы что-то скачиваете бесплатно, будьте готовы, что там прицеплен троян, вирус или еще что-то, что, собственно, вам-то особо не мешает, наверное, тот же троян, но человек позволяет себе управлять вашим компьютером нужный ему момент времени. Организовываются атаки и прочее, прочее, прочее. Вы даже не подразумеваете, что ваш компьютер в данный момент тормозит из-за того, стоит и тормозит, что кто-то где-то там за океаном нажал кнопочку, и ваш компьютер участвует в атаке на какой-нибудь атаке. Это все реальности в нашем мире. Просто человеку, ну, в этих вещах не очень избирающими, ну, кажется, ну, как так может быть? Вот немножко как раз о безопасности. Тогда у меня такой вопрос. Всем известно, что у любой медали часто есть две стороны и социальные сети. Это, с одной стороны, конечно же, благо большое, позволяющее нам получать полезную информацию, легко, удобно общаться. Вот я стараюсь, например, практически ничего такого не постить в социальных сетях, что касается, там, моей личной жизни или близких. Однако, молодежь постит все, что угодно и еще даже с геотегами. Поэтому вот просто мечта любой спецслужбы, мечта любого мошенника. Я даже сам иногда использую в Facebook для сбора информации. Имея немножко сопротивленность, можно человек столько всего накопать, что он даже не представляет, что такая информация о нем там содержится. Так вот, как вы думаете, можно ли и нужно ли в современных реалиях предостерегать молодежь от легкомысленного отношения к своей безопасности и как это сделать, как оберегать вот это личное пространство? Можно и нужно. Потому что, особенно молодежи, потому как сегодня ты пацан 16-20 лет, ты не знаешь, кем ты станешь завтра. И все вот эти твои выпады в соцсетях, даже текстовые, не надо там фотографии. То есть, вы представьте, никто не знает своего будущего. Будущее может быть разным. То, что вы не думаете, что вы станете президентом Америки, это не значит, что вы им не станете. То есть, ну, к примеру, так складывается история, что люди оказываются... Я сам много если оглянуться назад, я вот сейчас бы мне сказали в 16 лет, что я буду на этом месте сидеть и говорить о чем-то и заниматься тем же вот этим видео, плюнул бы тому человеку, как говорят, глаза, потому что реально тогда я не мог этого поставить. И я не особо-то устраивал свою жизнь, ну, в плане карьеры. Просто я работал, занимал своим любимым делом. Есть люди, которые больше уделяют внимания карьере, поэтому у них возможности могут быть больше. И если он в молодости натворил чудес со своим прошлым, так скажем, и выложил это в открытый доступ, ну, конечно, это повлияет на его будущее. Про мелкие воровство там какой-то или... Я не знаю, с точки зрения как спецслужб, вот только в этом плане меняют полный. Но если человек выкладывает свою личную жизнь, а чем это плохо? Чего ему стесняться? Вот я этого тоже не очень пую. Я тоже бывает выкладываю, как мы там где-то на пирушках. В принципе, чем не стесняться? Тем более, есть политика компетенциальности, да? У меня доступ закрыт. В плане только друзья. Все, кто ко мне подписываются, по крайней мере, эти люди живут или... Или я знаю, что они живые. Как правило, я даже пишу им там привет. То есть я с каждым... Ну, не с каждым, я в руку, может быть. Но если человек вызывает хоть какое-то подозрение у меня, когда он подписывается на меня или просится в друзья, я, как правило, опытный разведчик. Я ему задаю два-три вопроса там о чем-то. Ну, чтобы понять, что он вообще... В принципе... Если он адекватно отвечает и... Пожалуйста, пусть он смотрит на мою жизнь, если ему это интересно, я не выкладываю в интимную жизнь, правильно? А то, что я где-то съездил и куда-то посмотрел там где-то на природе мы на озере... Ну, то есть... Это допустимо, на мой взгляд. Если это кому-то интересно, кто-то сидит дома, ему интересно жить чем других людей. Замечательно. Мне самому интересно посмотреть в Facebook, кто чем занимается. Серьезно, интересно. Поэтому я как бы считаю, что какая-то даже открытие своей частной жизни... Такая мечта, если даже искать проект спецслужб, да? Одна спецслужб, конечно, это, ребята, это очень даже... Да даже не надо спецслужб, работодатель. Вот берет человек... Я, кстати, каюсь, тоже этим занимаюсь. Приходит человек... Видно, где ты был... У вас даже не надо... Были случаи, приходят, техники меняются, но люди меняются, бывают, кто-то уезжает. Приходит человеку, имеется имя, имеется фамилия, забиваешь его в Facebook, другие соцсети. Ты видишь, как он проводит выходные, и ты понимаешь, что в понедельник он на работу придет, с будуна. А мне это надо. Ребята, если у вас все фотки, что бары и прочее, ну, каким бы вы специалистам не были, работодатели на это посмотрят косо. Друзья мои, задумайтесь, перед этим выкладывайте... прежде чем что-то выложить, ну, надо подумать. Тем более, если у вас впереди будущее какое-то. Ну, что ж, у меня еще огромное количество вопросов, которые интересно было бы с вами обсудить. Хотел бы поговорить про антивирусники, про время, которое мы оставляем в социальных сетях. Про ваш сайт, кстати, говорите о Раке СЛВ, ну, не на правах рекламы, просто вспомним название сайта. Уважаемые друзья, посидите, обязательно посмотрите. Если вы еще не подписаны, подпишитесь, как это сделал я. Но, время наше заканчивается, поэтому напоследок даю вам возможность высказать какие-то пожелания всем разыгненцам, нашим радиослушателям, вашим друзьям, подписчикам или потенциальным подписчикам как раз вот сейчас в преддверии светлых праздников. Может быть, есть что сказать? Ну, вот, в преддверии этих праздников действительно было приятно вот так вот пообщаться. Никогда бы не подумал, что у меня будет такая трибуна высказать свои мысли. Мне предложили, я даже думал об этом и думал, что я могу пожелать людям в нашем яме. Та персона, которая, но однако, я всех поздравляю с предстоящими праздниками. Приятно, что люди интересуются тем, что я делаю. Мне приятно освещать события. Если кто-то что-то замутит, интересно, призываю не стесняться послать. На сайте есть форма со мной сконтактировать. Сирокес, собака, инбоксовая, это простой имайл. То есть, давайте мы будем свой вот этот разыгненский быт, как я говорю, немножко организовывать. Какие-то мероприятия, какие-то события, я всегда настроен положительно в этом плане. Позвоните, пишите. А всем здоровья, удачи и безопасности, конечно, в сетях. Это главное. Ну вот, я тоже желаю вам успехов, благополучия, продолжать развивать свое хобби, все свои хобби. у вас очень много хобби, да, не жаль, не успели поговорить про металлокомпания, ярких вам кадров, интересных находок, ценных, интересных идей, запоминающихся сюжетов, много благодарных подписчиков, и продолжайте радовать нас новыми интересными материалами, будьте таким цифровым летописцем нашего небольшого города. Спасибо большое, Александр, что пришли, ответили на мои вопросы. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, что провели это время вместе с нами. Очень надеюсь, что вам было интересно, вы узнали что-то новое, полезное. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях в студии был Александр Блешковский, он же Сиракес, который любезно согласился ответить на мои вопросы. Программа «Латвия. Наша страна» выходит по понедельникам в 10 часов утра и по вторку субботам в 9 утра. С вами был Александр Климов. Самого доброго, всего вам и вашим близким, и до новых встреч. До свидания. Как получилось? Да, будет интересно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok